Значит, тема сегодняшней лекции очень большая, информации много, но вы постарайтесь, постараемся акцентировать внимание на самом главном. Значит, тема сегодняшней лекции – это методологические проблемы науки, науки, философии нового времени. Значит, мы на прошлом занятии говорили о науке, о развитии науки нового времени. А сегодня мы будем говорить о методологическом обосновании развития той науки, которая бурно стала развиваться в новое время, о котором мы говорили на прошлом занятии. Итак, в связи вот с этим бурным развитием новой науки, бурным развитием естественно-научных исследований в технике, в механике появилась необходимость в том, чтобы философски осмыслить эти открытия, вот эти исследования, которые происходили в бурном науке. И вот это философское осмысление, вот в этом как раз проявляется связь философии и науки, потому что, чтобы дальше наука, естественно, научная, конкретная развивалась дальше, необходимо философски осмыслить, а туда ли вообще движется наука, а какие опять нужны методологические основания для развития науки. И вот такое разрешение этих методологических проблем, философское осмысление этих научных открытий, проделали эту работу ряд философов нового времени. Это знаменитые философы Фрэнсис Бекон, Рене Декарт, известные, да, у всех на слуху все знают, кто такой Рене Декарт, Джон Лок, Готфрид Лейбниц, Эммануил Кант, известный, и наиболее известное, очень яркое такое имя Георга, Фридрих Гегель. Вот мы будем говорить о вкладе каждого философа вот в это философское осмысление развития науки, но особое внимание мы будем все-таки уделять взглядам Лейбница, Эммануила Канта, Гегеля. Итак, как бы в завершение мы скажем немного о Карле Марксе, Фридрихе Энгельсе. Вот они как бы завершают вот это философское осмысление, да, тот та плеяда философов, которые проделали эту работу. Итак, Фрэнсис Бекон, в чем роль его роль, в чем его, каково значение его философии? Его философия, роль его философии заключается в том, что он обосновал роль теоретического знания в материальной и духовной жизни общества. И вот он разработал индуктивный метод познания, то есть он был автором разработки индуктивного метода познания. И его крылатая фраза, и до сих пор это крылатая фраза, которая все больше и больше сейчас настоящей жизнью доказывается, это вот в журнале даже был журнал такой «Знание, сила». Так вот это выражение «Знание, сила» — это крылатая фраза Фрэнсиса Бекона. Он создает уникально в истории науки теорию заблаждения человеческого ума. Вот он говорит, он выделяет четыре заблуждения. Он говорит, идолы человеческого рода, это, говорят, люди, то есть заблуждения, идолы человеческого рода, это люди в процессе познания привносят в него свои представления и ощущения, и отсюда первые заблуждения. Второго рода заблуждения — это идолы пещеры, это вообще ошибочные взгляды людей на мир, на окружающую действительность и так далее. Третьего рода — это идолы рынка, заблуждения, которые возникают в результате неверного использования слов. И четвертое заблуждение — это идолы театра, это ложные учения как театральные представления. Поэтому он их так назвал. И вот он говорит, что изгнание вот этих заблуждений, этих идолов возможно только на основе научного метода познания. И вот метод познания, который выводится, теория, которая выводится из фактов, он назвал индуктивным методом. То есть вот этот метод — это автор этого метода. Ну и самое главное, еще раз я подчеркну, что Бекон именно говорил о том, что знания, только благодаря знаниям человек освобождается от заблуждений, и истинные научные знания позволяют развивать материальную и духовную жизнь общества, развивать дальше материальный процесс и так далее. Следующий философ, известный философ Рене Декарт, иначе его еще называют Картезиус или еще называют Картезианцем. То есть это одно и то же лицо. Это крупнейшая математика. Картезианцем его называли на Ближнем Востоке. Поэтому вот отсюда есть Картезианство, Декартовское учение. Вообще методология Декарта называется Картезианством. То есть это вот как раз его методология. Он был крупнейшим математиком, создателем, как математик он был создателем аналитической геометрии. И вот вообще для него самыми главными науками, он вообще как бы другой ничего не признавал, самыми главными науками для него была логика, геометрия и алгебра. Это вот царицы наук, это были науки, которые лежали в основании, фундаменте всего остального. Все остальное было для него второстепенно. То есть и можно сказать, что Рене Декарт – отец метода рационализма. Вот если мы говорим о том, что существует рациональный ум, да, рациональный ум, интуитивный, образный ум, так вот как раз Рене Декарт – это один из основателей этого рационализма, рационалистического подхода вообще к изучению мира. И вообще вот человек, который, можно сказать, признавал только рациональный подход. И как бы он не обращал внимания, не признавал разные ощущения, эмоции. Это для него как бы было несущественным, вообще не имело никакого значения. С точки зрения аналитической геометрии, рационального подхода, рационального метода в научных исследованиях, он разрабатывает четыре правила. Эти четыре правила всводятся в рационально-дедуктивный метод Декартовский. Значит, какие это четыре его правила? Он говорит, первое, допускать в качестве истинных исходных данных только те, которые представляются ясными и отчетливыми, не подлежащими сомнениям. Достаточно субъективный, да, вгляд. То, что для него кажется ясным, понятным и отчетливым, считает, что это можно только принимать как за факт и принимать вообще всерьез. Второе. Расчленять каждую сложную проблему на составляющую. Это мы делаем все. На простейшее и изучаете простейшее, потом уже можно будет всю сложную систему понять. Третье. Переходить от известного и доказанного к неизвестному и недоказанному. То есть поэтапное изучение, исследование. И четвертое правило. Не допускать пропусков в логических звеньях исследования. Конечно, логически все должно быть друг за другом обоснованно. Иначе, если теряет эта логическая связь, то, естественно, тогда теория получается незаконченной, незавершенной, неточной. Далее в философии впервые остальные философы – это и Джон Локк, и Готфрид Левнец, и Эммануил Кант, и Готфрид Гегель. Они обращают свое внимание, как бы акцентируют свое внимание на критическом подходе познавательного процесса. То есть если Фрэнсис Бекон и Рене Декарр, они только смотрели, разрабатывали методику, как надо исследовать, и не обращали внимания, а кто вообще занимается исследованием, как вообще происходит вот этот познавательный процесс, как происходит сам научно-исследовательский процесс, они на это не обращают, на субъект они не обращают внимания. То вот эти остальные философы, они переносят свое внимание научное на то, что как происходит процесс научного, процесс познания, этого научного процесса, процесс научного познания, как он происходит в голове у человека, что там происходит. То есть они начинают расчленять сам процесс познавательный. И вот в этом смысле, значит, Джон Лок впервые говорит о том, что есть первичные и вторичные качества объекта. Что такое первичные? Он говорит, первичные качества объекта, они являются объективными. Например, если мы берем вот эту вещь, вот это все, что мы видим, то, что присуще этому предмету, это будут первичные качества объекта. А то, что я как его ощущаю, там гладким, там и так далее, какой формы, это уже мои ощущения. И эти мои ощущения, мое восприятие, это уже будут вторичные качества этого предмета. В результате вот этих моих ощущений у меня возникают эмоции, то есть у субъекта возникают эмоции. И вот поэтому Джон Лок говорит, что объектом науки должны быть первичные качества. Это то, что присуще этому предмету, независимо от меня, от субъекта. А вот вторичные качества, это уже предмет не науки, это предмет искусства. Это уже, поиск, это художники, музыканты, они там, значит, вот эти вот свои эмоциональные переживания, переживания, ощущения переносят в свои произведения. То есть он вот так вот видел. Значит, другой ученый, другой философ, один из блестящих, самых блестящих умов 17-18 века, это Готфрид Вильгельм фон Лебенец. Значит, он жил где-то период 1646-1716 год, но в этот же период 1632-1704 год жил и Джон Лог. Так Готфрид Вильгельм Лебенец, фон Лебенец, этот математик, философ, кстати, он еще и огромной такой, знаете, общественной работой занимался, ведь он заложил основы Академии наук в Берлине, в Вене, даже в Петербурге. Вот Академии наук заложил он. И вот в своей небольшой работе «Монадо. Логия», это его одна из основных работ, всего 17 страниц вот в этой работе, но такая глубокая, по глубине своей, вот по глубине философской, эта книга равняется многим-многим томам книг. Значит, каково основное, в чем суть основного учения Лебенеца? Это учение о «Монадо». Вот смотрите, он говорит, что «Монадо» есть не что иное, как простая субстанция, которая входит в состав сложных, простая, значит, не имеющая частей. То есть он говорит о первоначалах субстанций, да, о каких-то таких вот. Даже, можно сказать, атом разделяется, и то атомы «Монадо» не назовем. Значит, есть еще что-то более элементарное, что-то основное, что-то какой-то первокирпичик, который вообще дальше не делится. И вот эта неделимая частица, неделимая основа, субстанция является «Монадой» по пониманию Лебенеца. При этом он говорит, что эти «Монады» как раз и являются элементами вещей. Они являются элементами всего материального мира. И не только материального, и духовного мира. Почему? Потому что он говорит, что «Монадо» — это не значит, что это какая-то материальная вещь, не какая-то материальная точка. Он говорит, «Монадо» — это какое-то, Это, можно сказать, теоретическая духовная единица, точка, которая имеет в себе огромную, обладает интеллектией. Вот интеллектия, то есть какой-то духовной такой силы, энергии, которая притягивает к себе материю. Понимаете? И вот таким образом складываются вот такие вот монады. И вот он говорит, вот такая монада, какая-то точка в пространстве, которая стягивает, обладает волей и которая стягивает к себе материальные силы, может, вещества, может, энергии, что угодно. Вот она является основой. Откуда, говорит, эти монады происходят? Эти монады созданы Богом. Они возникают, монады эти рождаются, когда Бог периодически, значит, абсолют периодически делает излучение, то вот во время этих, в этих излучениях рождаются эти монады. То есть он как бы излучает, абсолют излучает эти духовные субстанции, точки вот такие, как бы невидимые, неделимые частицы. И вот эти частицы, обладающие интеллектией, они потом, значит, и далее формируют дальше различные вещи, и духовные, и материальные. И вот смотрите, какая бывает, в чём разница заключается. Если, например, помните Аристотель, он говорил, что материя есть, да, и благодаря... Материя бесформенная, но только благодаря тому, что существуют формы, в результате эти формы материя приобретает, приобретая форму, превращается в какую-то вещь. Вот. А Ливнец говорит, вот он, значит, не является последователем Аристотеля в этом смысле, он, значит, он не считает, что форма вообще какое-то такое, абсолютное какое-то начало, а Ливнец выделяет именно монаду, и поэтому он говорит, что не формы, а вот эта монада, обладающая интеллектией, обладающая силой, вот стягивание к себе, притягивание, она являет, она создает индивидуальность, она создает любую вещь. И поэтому вот эта точка, эта монада есть, допустим, там, в каждом человеке. И эта монада в каждом человеке, она индивидуальна, она обладает своей индивидуальностью. И в зависимости от этого, значит, от того, что заложено вот в этой монаде, это какого-то предмета, зависит, как выглядит та или иная индивидуальность, понимаете? Или еще проще, я бы, например, знаете, сказала, как-то я недавно, я вела, разговаривала, беседовала с одним молодым человеком, и я говорю, ты представляешь, я говорю, вот ты когда родился, как только появился на Земле, в тебе, говорю, есть семечко. Человек рождается, и у каждого свое семечко как бы абсолютно заложил. То есть монада, да, иначе говоря. И вот в этом семечке, я говорю семечке, потому что вам понятно, если семечко посадить, эта семечко потом прорастает, и оно превращается в растение, там, дерево, там, и так далее, да? То есть в каждом человеке посеяна эта семечка. Оно не посеяно, оно является основой. И вот, собственно, все, что заложено в этом семечке, допустим, у Пантелеева, доживет он до самой, до самой, там, старости глубокой, вот все, что заложено в этом семечке, оно может развернуться. И оно не может никаким быть другим, кроме того, что заложено в этом семечке, в этой монаде. Вот, собственно, смысл, понимаете, подхода ливницы в этом заключается. Это применительно к человеку, а это вообще применительно к любому, к растению, к животному, к различным вещам. Что заложено вот этой монадой, как говорит ливниц, вся индивидуальность, вся программа развития, она заложена в ней. Ну, вы, например, как врачей хорошо знаете, да, ребенок в утробе от самого зарождения, после оплодотворения яйцеклетки, вот какая программа заложена вот в этом, в этой индивидуальности, так она и потом развивается, и другой быть не может, да, с определенными волосами, там, способностями, глазами и так далее, и так далее. Вот, и, кстати, вот до конца, до настоящего времени, вообще-то философия, вот идея, философская идея о монаде, которая была изложена ливницам, она до сих пор еще, как следует, неосмыслена. Именно глубина до конца не понята. И он, его учения еще надо будет исследовать применительно к современным научным открытиям, которые уже существуют в области вот всех вот многих наук. Кстати, в психологии, например, в психологии педагогики, например, известно, раньше педагогика из чего исходила? Ну вот говорили, что ребенок – это чистый лист бумаги, и на него потом уже все, значит, наносится, все, что там семья нанесла, окружающая среда, обстоятельства жизни и так далее. Вот. А жизнь опровергала другое, что почему в одной семье родители одни и те же, условия одни и те же, одинаково воспитывают. Один вырастает академиком, другой вырастает преступником. Понимаете? То есть это о чем говорит? Что уже при рождении уже заложена разная программа, разная индивидуальность. И ребенок, на самом деле, родившийся ребенок – это не белый чистый бумаги. Это уже с заданными свойствами человек. И вот уже просто как мы можем, на него можно только повлиять, на путь его развития, потому что перед ним стоит выбор, да? Потому что как бы в этом семечке, в этой манаде заложена определенная энергия. Вы же знаете прекрасно, каждому человеку дано жить столько, сколько ему дано от природы. Ни больше, ни меньше. Другое дело, могут быть случайности, что преждевременная какая-то смерть в результате какого-то несчастного случая. А так, каждому дана своя программа жизни. Вот. То есть каждому отведено свой кусочек энергии, свой объем энергии. И эта энергия растрачивается. И, кстати, энергия эта и не позитивная, и не отрицательная. Вот просто вот дано вам с рождения, да, да, вам с этой манадой, с этим семечком, вам, как говорится, природа дала определенный объем энергии нейтральный. А дальше уже выбор человека. Эту энергию нейтральную, она же тратится. Каждый день, каждую минуту идет трата этой энергии. И уже эта энергия, это может быть затрачено в позитив, да, в ваше развертывание, в вашу самореализацию, что заложено в вашем семечке. Можно его в негатив, значит, в растрапы пустую. И тогда самореализация человека не произойдет. То есть личность не станет тем, что было в нем заложено программой от рождения, а каждому заложена программа. То есть что он должен сделать, кем он должен стать, каким он должен стать. И поэтому вот эта нейтральная энергия, она идет, идет и горит, и горит, а уже человек ее использует туда или туда, на развитие себя или же на свою деградацию. И таким образом, собственно, происходит процесс. И отсюда, в связи с тем, что Лейбниц так рассуждал, он, конечно же, был в определенной степени, в определенной степени он был метафизиком. То есть не только физиком, не только математиком, естественно, научным испытателем, но также он был еще метафизиком. И он считал, что современная ему физика в то время, физика и математика, она ниже уровня метафизики, что метафизика, что-то, то, что существует за пределами научных исследований, что-то существует над, индивидуально над сознанием, это выше, чем современная экспериментальная физика. Кстати, Лейбницам было высказано, была высказана идея, не только идея, он вообще практически очень близко подошел к открытию закона всемирного тяготения. И когда уже Ньютон этот закон всемирного тяготения полностью сформулировал, то Лейбниц даже судился с Ньютоном по поводу первенства открытия закона всемирного тяготения. И вот представителями идеологии молодой буржуазии, конечно, были, кроме Лейбницы, были и другие деятели науки и философии, и искусства, религии и так далее. Вот поэтому к ним также относился, к этой же плеяде относился Мелье, относился Жан-Жак Руссо, Гильвец и Дидро и так далее. То есть вот целая плеяда французских просветителей. И вот на самой главной идее этих просветителей был лозунг «наука и прогресс». Вот, собственно, для нового времени ключевыми словами являлась «наука и прогресс». И, естественно, это «наука и прогресс» – это просвещение, это были ключевые слова, это был девиз. И он, почему это выдвинулось на первое место, почему это стало ключевыми словами? Потому что это была эпоха бурного развития капиталистического производства. Вот, и вот родиной просвещения, собственно, родиной философии просвещения стала сначала Англия. И вот именно почему Англия? Потому что в Англии, да, это первая страна, где начало развиваться капиталистическое, значит, капиталистическое производство бурно стало развиваться с текстильной промышленностью связанной. Вот, а затем за Англией пошла Франция, выступила Франция, а дальше за Францией, уже вся континентальная Европа, значит, она стала, продолжила вот эти идеи науки, научного прогресса, просвещения и так далее. И вот как раз к этому периоду и относятся и Вольтер, и Дидро, и Деламбер, Лессинг, Гердер, Адам Свит, Давид Юм. Ну, это все деятели вот именно этой эпохи Нового Времени. Кандильяк в литературе Вольфган Гёте и Молодой Кант. Кстати, Вольфган Гёте, оказывается, он же, вы же знаете, что он автор Фауста, да, знаменитого Фауста, но он гораздо, сам он гораздо больше ценил работу, называется «Наука учения о цвете». Вот, то есть физическое такое, он изучал физическое явление цвет и пытался научно исследовать. Вот, это мы говорили о Лебенице. Другим таким крупным ученым, другим крупным таким ученым, философом, знаменитостью того времени, это был, конечно, Эммануил Кант. И до сих пор последователи, кантианцы, неокантианцы и так далее. То есть в основе до настоящего времени есть последователи этого кантовского учения. Жил Эммануил Кант, кстати, в городе Калининград университет, он, по-моему, университет носит имя Эммануила Канта, стоит там, там, в этом университете могила этого Эммануила Канта. Жил Эммануил Кант 1724-1804. Это значит прямо конец XVIII, начало XIX века. И вот Эммануил Кант впервые стал рассматривать действительность не только как предмет созерцания, не только вот как вот просто смотрю и все вот наблюдаю этот предмет, но он также стал рассматривать, поставил вопрос о том, а что происходит, что происходит с моим сознанием, вот когда я, допустим, исследую какой-то объект, когда я созерцаю какой-то объект. То есть он стал рассматривать с той точки зрения, что не просто мое сознание или ваше сознание просто видит, созерцает какой-то предмет, а что в процессе того, что вы созерцаете предмет, происходит деятельность, то есть происходит действие, действие субъекта. То есть вы не просто механически смотрите, а в вас происходит какая-то работа. И вот эта работа, познавательная работа, была исследована Эммануилом Кантом. Вот Эммануил Кант как раз занимался этими вопросами. Вопросами, что происходит, какая деятельность, что вот в этом взаимодействии происходит между субъектом, между мной и тем предметом, который я исследую. До Эммануила Канта такие вопросы не ставил никто. Так вот, он говорил о том, что активность субъекта, она отражается на развитии окружающего мира. И он сказал, что что такое сознание? Он говорит, что сознание – это не есть просто механическое отражение мира, а сознание есть продукт вот этой активной деятельности моего сознания, активной деятельности моего разума. и весь продукт духовный – это есть продукт вот этой совместной деятельности объекта и субъекта, то есть человека, который познаменит. Поэтому Кант выделяет, вот в этом процессе познания выделяет две стороны. Он говорит, что с одной стороны существует вещь в себе, потому что эта вещь, эта коробка, человек ее никогда не может познать до конца, потому что эта вещь существует вне меня отдельно, она же в голову сама вся целиком не заходит. Вот мы ее просто отражение видим, что-то мы о ней думаем, что-то там придумываем и так далее. Но сама вещь сюда не войдет, она существует отдельно. Поэтому мы до конца никогда не можем, человек не может знать, что это такое на самом деле, в реальной действительности. Поэтому он говорит, что есть вещь в себе и есть, значит, продукт моего сознания. И вот в этом смысле он говорил, что нельзя познать, вообще в этом смысле познание относительное, что нельзя познать весь мир абсолютно, потому что мир сам в себе, он недоступен полностью нашему сознанию. И вот выделяет, исходя, таким образом Кант различает в структуре вот этого процесса познавательного, выделяет два уровня – эмпирический и трансцендентальный уровень. Что такое эмпирический уровень? Эмпирический уровень, он говорит, эмпирический уровень сознания, процесса познания – это как психологические особенности человека. У одного одни психологические особенности, у другого другие. Значит, в зависимости от психологических особенностей каждого человека, значит, вот этот процесс, значит, зависит продукт его того, что он увидел, что он осознал. И существует второй трансцендентальный уровень. А вот этот трансцендентальный уровень – это то, что относится уже к надиндивидуальному, относится к внеопытному. Это вот я сейчас, например, трогаю, сама исследую, это мой эмпирический уровень сознания. А есть какие-то, вот я говорю, допустим, квадрат, куб, шар, я его не трогаю, но я знаю, что существует шар и имею представление о нем. Я знаю, что существует квадрат, да, и имею представление. Это то, что уже вне моего опыта, не в результате моего опыта, а это в результате длительного общественного человеческого прогресса, который еще до меня давно, оно уже существовало, оно реально существует. И это является трансцендентальным уровнем. Фактически, если перевести это на современный язык, на наш язык, да, что такое трансцендентальное, вот это кантовское? Это, собственно, все богатство науки, которое существует, которое человечеством наработано, и вы этими знаниями пользуетесь. Это есть уже для вас надиндивидуальное, это уже есть для вас трансцендентальное. Вы же не можете с нуля, да, вот, допустим, как урологи, вы же не начинаете свое исследование и даже работу заново, начиная изучать, что такое почка, да, инструменты создавая и так далее. Вы же уже используете тот опыт, который наработан до вас, правильно? Вот, поэтому это ваше уже доопытное знание, которое уже существовало. Так вот, это самое, Эммануэл Кант вот эти вот два уровня различает. И среди этого вот трансцендентального уровня, конечно же, есть такие знания, которые относятся к таким далеким прошлым, да, что к такому далекому прошлому опыту, что у нас в нашем сознании существует, у Карла Юнга, психолога, существует вот такое понятие архетип. Вот у нас существует, допустим, вы заметили, что каждый мужчина, например, молодой человек всегда ищет тип, у него существует архетип кого? Матери своей. Или девушка, например, всегда у нее есть архетип отца. Бессознательно, но мы начинаем, когда вот нам симпатичный тот или другой человек, я имею в виду другого пола, мы бессознательно, но мы ищем свой архетип, то есть тот вот архетип, который лежит в голове, в сознании этого человека. Вот и поэтому и в искусстве, и в литературе существует очень много вот таких уже разных архетипов, или мы, например, говорим, в культуре, например, есть русский архетип. Что это значит? Это значит, есть какой-то архетип, чисто такой национальный, который работает бессознательно, действует на наше сознание. И действуя на наше сознание, нам что-то нравится, а что-то не нравится. Что-то нам близко, а что не близко. Например, американский архетип же нам не подходит, правильно? Мы его не воспринимаем. А вот то, что соответствует, допустим, русскому архетипу, к чему мы привыкли, то, что оно врожденное уже сидит, человек на это реагирует. Вот что значит вот тот трансцендентальный, о чем говорит Эммануил Канн. И вот эти два уровня он и различает. У него вышли как раз известные его работы, это критика чистого разума, критика практического разума, критика способности суждения. А вы знаете, он назвал поэтому свою философию критическим, метод критическим, а философию трансцендентальной, назвал свою философию. Первая книга его «Мысли об истинной оценке живых сил» была опубликована, когда ему было всего 22 года. Представляете, вот какие люди были в то время, я вообще удивляюсь. И в докритический период Кант создает модель развивающейся вселенной, где он обосновывает причину возникновения солнечной системы из газополевой смеси. Кстати, не очень далеко от истины был, правильно? Вот. Кант, кроме своей критической философии, трансцендентальной философии, Кант известен вообще как философ своими этическими идеями. И вот есть, он как этик именно, он говорил о том, что ценность человеческой личности является абсолютной. Вот. И вот он говорил, что смысл жизни человека есть цель сама по себе. И поэтому никто никогда не должен использовать человека как средство. То есть все должно служить ради самого человека как человека. И поэтому смотрите, вот сейчас, в настоящее время, да, что мы делаем? Мы во имя технологии, во имя каких-то технических каких-то там интересов и так далее, мы человеческое в человеке разрушаем. Это как раз против Канта. Это как раз то, против чего мы выступаем. Вот, например, мощное использование чисто только компьютера. Сплошное заседье телевидения. Что человек в школе перестали, вот, кстати, следующий год называют, будет годом литературы, искусства, вообще годом культуры. И недаром сейчас уже речь завели о литературе, о том, что Путин вдруг узнал о том, что молодежь, дети не читают вообще книги никакие, что литература находится в загоне. И вот он говорит, надо теперь в школе увеличить количество часов по литературе. А что это было только сейчас известно. Этот процесс уже длился в течение двух десятилетий, когда литературу, русский язык изничтожали в школе. Когда люди разучились уже писать, что такое сочинение. Когда разучились вообще самостоятельно излагать свои мысли или рассуждать. Понимаете? То есть почему это произошло? Если человек перестал рассуждать, если в человеке пропадает мысль, он перестает быть кем? Он перестает быть человеком. Если в человеке все заменяется компьютером, то у него пропадает, начинает гибнуть душа, усыхает душа. А душа является основным критерием человека. Так вот, мы как раз сейчас, человечество, общество дошло до того, до той степени вот этого увлечения потребительским отношениям к жизни, удовлетворением потребностей только человека, материальной и так далее, что стало теряться само человечество. А это как раз то, против чего выступал Эммануэл Канг. Он говорил, что человек прежде всего есть цель сама по себе. Второй этический момент. Он говорил, что моральная норма, она должна быть абсолютной, что не должно быть, значит, моральный императив, он должен быть абсолютным. Вот эта этическая норма, этическая моральная норма обязательно для всех, и она является главной. Вот это тоже то, что проповедовал Эммануэл Канг. Он говорил, прежде всего, там, говорит, нечего долго рассуждать. Самое главное, нужно рассуждать о том, что когда человек стоит перед выбором, как поступить, что делать, он должен исходить из своего нравственного императива. То есть нравственный императив, нравственный вопрос должен быть прежде всего. Далее, значит, он сказал, что но нравственность тогда является нравственностью, если в основе нравственности лежит добрая воля. Если из-под палки совершается добрый поступок, нравственный поступок, то это не есть нравственность. Это бесполезно. И четвертое, говорит, каков основной закон нравственности? Категорический императив. Смысл категорического императива состоит в том, что поступать следует так, чтобы твой поступок мог стать правилом для других. Поступай так, чтобы правило твоей воли могло всегда стать принципом всеобщего законодательства. То есть иными словами, как в Библии, например, говорится, поступай так, как хотел бы, чтобы с тобой.